Привет, друзья! Вернулся из Китая, к сожалению, не с щитом, а на костылях, как пил товарищ Цой. Кубок мира в Китае, которому я готовился около месяца, закончился на больничной койке. Ну что ж, ничего страшного, идем дальше. Срастется все через месяц, выйду к столу, опять буду играть. Китайцы показали класс, опять три первых места заняли китайцы. Сейчас в Москве восстанавливаюсь, готовлюсь к следующим соревнованиям. И вот пришел в очень интересное место, в кинотеатр, где я просмотрю сейчас у своего друга новую театральную постановку. И пообщаюсь с друзьями. Очень интересное сейчас будет мероприятие, на котором будут некоторые неожиданности для меня. Меня позвали сюда, и я что-то ожидаю, что-то интересного. Вот. Жизнь идет, пинг-понг продолжается, настольный теннис, как всегда, в фаворе. Мы объединяем спортивную жизнь с нашей культурной, с культурными мероприятиями. Очень много встреч, интересных людей. Я буду дальше держать вас в курсе. Восемнадцатого по 1922 год, 25 тысяч офицеров российской армии. Обманных причем они туда свозили. Как бы, раз, ну, офицеры сдавали оружие, потому что они садились на базе. За, дословно скажу, за достойное представление страны на международной арене. Это самый титуловый теннисист России в Малом Теннисе. Спасибо Алмазону, Холлина, Господь. Металль у нас, это наш данный металльный проект. Он называется, это металль называется «Воумножение тел боги». У нас награды начали мы, и этот проект много-много лет назад, в 2005 году. Вот они у нас тут покупаются, они продаются за какие деньги, мы их набираем в самых лучших граждан России, наши великие. Хреним вас Господь. Я сейчас это вам включу, Максим, я вам покажу, как оно выглядит. Ваше, и дай мне предложение дел боги. Чтобы эти ваши благие дела, за Россию, приезжайте, обожайте. Хреним вас Господь. Извинились пары Боженькой, чтобы вам помогал. Во всех ваших делах быстренько поднялись, чтобы стали, как говорится. Да, но я не вижу, что вы делаете 17 рамок, да? Примерно, как вы считаете, это... Спасибо огромное. Даже очень неожиданно для меня такую награду. Я, честно говоря, прям под впечатлением огромным. Потому что это, конечно, очень дорогого стоит. И еще раз повторюсь, это совершенно неожиданно для меня. Потому что в таком виде, в таком вот душевном, хорошем обществе, чтобы вы вручали награду среди таких достойных людей, насколько я уже услышал, насколько я познакомился. Это, конечно, большая честь для меня. Спасибо большое. Это, дорогого стоит. Я запомню и буду стараться дальше приумножать то, что я умею. Я немногое умею, но вот около 40 лет отдаю себя спорту. И это прям, конечно, самое. Спасибо огромное за такую награду, за такую... Юрчик. За такую... За такую отчетку моих действий. Андрею Антоновичу. Андрею Антоновичу. Ну что, тогда все. А, вот, Санжарна Крюшко самоквалов. Спасибо. Спасибо за юристы. Да, я не представлю сегодня. Ну, пока. Спасибо большое. Спасибо. Хочу представить моего доброго знакомого, очень нового, приятного знакомого, которым мы познакомились при поездке в Китай. Это Александр Ковтунец. Это очень знаменитый режиссер, актер. Продюсер, общественный деятель. Глава театра, в котором мы сидим, сам будет играть сегодня в спектакле. И очень много всяких интересностей, которые он делает по жизни. И они все очень добрые, очень хорошие, очень человечные. Поэтому я хочу вот сейчас дать ему слово, чтобы он просто рассказал о чем-то хорошем. А он другого и не умеет. В свою очередь, я тоже очень рад, что мы познакомились с Максимом. Конечно, при таких обстоятельствах, непростых для него. Но по-разному люди знакомятся. Я в восторге от каких-то таких, знаете, сердечных качеств Максима раз. Удивительной, с моей точки зрения, спортивной карьеры, долголетия. И верю, что, может быть, Максим тоже со временем поучится и актерскому мастерству у нас. А так я с удовольствием приглашаю всех, во-первых, в театр, который находится у нас на Мерзеряковском переулке 15, во-вторых, в Ледовую Москву, которая стартует с 29 декабря по 8 июля на Поклонной горе. Ну, и желаю всем, чтобы вот эти новогодние каникулы прошли у вас с пользой для души. Чтобы каждый побыл в кругу своей семьи, чтобы каждый сумел как-то нацелиться в новом году не только на успех, не только на поиск каких-то новых хороших заказов, но и на то, чтобы стать немножко добрее, немножко человечнее. Поэтому буду всех рад видеть вас в кругу семьи. Спасибо, сэр, большое. Очень. Ну, ничего другого от вас и невозможно ожидать, только что-то хорошее, позитивное и доброе. Спасибо большое. И обязательно придем к вам на ваш Ледовый праздник, который будет на Поклонной горе. Еще раз напомню, вот в начале праздники новогодней это будет какое-то чудо льда, света и каких-то очень радостных эмоций. Спасибо. Не все ли нам равно? Бог с ними. Никому отчета не давать, Себе лишь самому служить и угождать. Для власти, для левреей, Ни гнут ни совести, ни помыслов, ни шеи. По прихоти своей Скидаться здесь и там, Делять божественным природой красотам И пред созданиями искусств, И вдохновения трепеща радостно, В восторгах умиленья. Вот счастье. Вот права. Тысяча восемьсот тридцать шестой год. При жизни Пушкина Не печаталась. Я под огромным впечатлением от спектакля. Огромное спасибо Саше, Ковтунцу, Моему очень хорошему, Новому знакомому и другу. Шекспир, Пушкин. Все объединяется здесь. Здесь очень здорово. Ну и нет слов от неожиданной награды, Которую мне присудил. Дай мне, пожалуйста, я покажу, что это такое. Я прям под впечатлением от всего. От награды, От большого впечатления такого, Что мы сегодня испытали здесь во время спектакля. Огромное спасибо моим новым знакомым. Спасибо за признание, Которое мне вот вручили. Да, очень приятно. Хороший день, Хорошее впечатление, Очень добрые и правильные эмоции. Очень хороший Пушкин. И кинотеатр. Сходите, смотрите. Это действительно очень достойно. Спасибо. Спасибо.